Здравствуйте! Сегодня хочу вам показать, как связать вот такую вот теплую шапочку на зиму с двойной нити для деток. Для девочек можно связать яркую, для мальчиков потемнее, с такими вот ушками. И ушками, которые будут закрывать детские ушки. Приступим к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. У меня пряжа Ореола. Это пряжа белорусского производителя. 50 грамм, 235 метров. Цвет вот такой красивый розовый. И крючок номер 2,5. Вязать мы будем в две нити, для того, чтобы шапочка была более теплая. Я уже показывала, как я из одного мотка провязываю два. Если кому-то интересно, можно посмотреть. Набираем цепочку, равную окружности головы ребенка, минус 2 см. У меня 50. Значит, мне нужно набрать цепочку, равную 48 см и кратную 6, плюс кромочная. То есть, наша цепочка должна делиться на 6, плюс 1 кромочная петелька. Набираем цепочку. Вот я провязала цепочку, равную 48 см. У меня получилась цепочка из 84 воздушных петель. Замыкаем нашу цепочку в кольцо. Замыкаем нашу цепочку. Этого ряда нам нужно связать по столбику без накида ряда, который мы сейчас с вами вяжем. У нас должно получиться 84 столбика без накида. Из каждой петли провязываем столбик без накида. Так мы этот ряд довязываем до конца. Заканчиваем ряд. Прикрепляемся к нашему последнему столбику. Делаем воздушную петлю и сюда же, откуда мы с вами начинали, провязываем столбик без накида. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий столбик мы провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 столбика в третий столбик. Прикрепляемся столбиком обычным. Снова пропускаем 2 столбика. В третий столбик мы провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, и сюда же мы провязываем 5 столбик. И снова пропускаем 2 столбика, в третий прикрепляемся. Вот такой узор, такие веерочки у нас получаются. Этот ряд мы так довязываем до конца. Мы будем чередовать первый, вот этот ряд. Вернее, второй, третий, второй, третий. Мы будем чередовать. Этот ряд мы довязываем так до конца. Заканчиваем ряд, провязываем, пропускаем 2 столбика, в третий провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, и последний я провязываю 5. И теперь смотрите, мы сразу же начинаем вязать второй ряд. Вот наш столбик, что мы с вами делали. Получается пропускаем 1, 2, и в столбик, который мы с вами делаем, провязываем, прикрепляемся и сразу же начинаем провязывать наш веерочек. Вытягиваем рабочую нить и вяжем 1 столбик, второй столбик, 3, 4, и последний, пятый. В середину нашего третьего столбика раз, два, в серединку третьего столбика мы с вами прикрепляемся. Только смотрите, мы будем прикрепляться, наверное, не в третий, а в четвертый. Провязываем столбик для того, чтобы наше вязание не косило. И снова из столбика предыдущего ряда провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, и последний, пятый. 3 столбика пропускаем, в четвертый мы прикрепляемся. Почему в четвертый? Если бы мы вязали обратными рядами, наше повязание было бы нормально. А так как мы вяжем по кругу, вязание наше может немножко косить. Поэтому мы провязываем не в третий столбик, а в четвертый. И снова провязываем 5 столбиков в столбик без накида предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, и последний, наш пятый. 5. Снова прикрепляемся к столбику. Продолжаем наше вязание. Здесь мы с вами сделали 5 столбиков. Наш столбик предыдущего ряда, который мы с вами делали самый первый. Здесь мы провязались не в третий, а в четвертый. Для того, чтобы наше вязание не уходило вбок. Снова столбик в столбик, затем снова в четвертый столбик. Столбик в столбик, в четвертый столбик. И так продолжаем вязание до конца этого ряда. Довязываем этот ряд, прикрепляемся столбиком. И снова 5 столбиков с накидом. 1, 2, 2, 3, 4, и последний. 5. Мы довязываем. довязали снова прикрепляемся в серединку 4 вернее в 4 столбик мы даже прикрепляемся мы сразу провязываем столбик и снова продолжаем новый ряд в нашу наши столбики без накида мы провязываем по 5 столбиков с одной точкой вкалывания 1 2 3 4 5 в 4 столбик мы провязываем столбик без накида почему мы так делаем видите у нас вязание не косит вот они идут ровненько а если бы мы провязывали в средний у нас повязание уходила вот сюда в сторону а так у нас получается что столбики с пяти накидом столбики с накидами идут над столбиками с накидом так мы провязываем до высоты нашей шапочки например если вам нужна шапочка высоты 20 сантиметров значит вы измеряете и провязываете до высоты 20 сантиметров если 18 значит до высоты 18 сантиметров то есть нам нужна высота нашей шапочки какая у нас высота когда мы вяжем сверху так мы провязываем повторяю до высоты нашей шапочки вот я довязала высоту шапочки у меня она получилась 19 сантиметров столько сколько мне нужно следующий ряд мы с вами начинаем обвязку столбиками без накида полностью по кругу обходим столбиками без накида каждый столбик предыдущего ряда так мы этот ряд довязываем до конца вот я сделала обвязку в нашей шапочке теперь смотрите мы будем соединять вот это наша верхушку нашей шапочки первую петлю мы с вами берем воздух вот эту петлю которая у нас на крючке и захватываем первую стеночку наружную нашей вот этой стороны проводим соединительной петлей следующую мы будем с вами провязывать с одной стороны захватили петельку со второй наружные петли соединительная петля и снова так с этой стороны наружнее и с той стороны видите не внутреннюю я беру а наружную соединительная петля снова 1 у меня осталось эту пропускаем стеночку за наружную соединительной петлей у нас получается вот такая вот обвязка так мы этот ряд довязываем до конца осталось две последние петли мы снова вкалываемся в одну стеночку и во вторую и соединились обрезаем рабочую нить закрепились вот и все наша шапочка закрылась смотрите какой у нас получается здесь шовчик здесь у нас идет столбики по краям здесь у нас идет с одной стороны косичка и со второй стороны косичка хвостик как всегда мы прячем вовнутрь вязания так вот мы закрыли нашу шапочку сейчас мы с вами нашу шапочку будем делить на 5 то есть у нас будет две части перед два ушка и спинка так как у нас на шапочке 90 петель мы 90 делим на 5 у нас получается по 18 петель спинка 18 петель первое ушко 18 петель второе ушко 18 петель вот я уже распределила перед у меня 36 петель 1 ушко у меня 18 петель второе ушко у меня 18 петель и за заднюю задняя часть у меня 18 петель то о чем я вам говорила сейчас мы с вами будем вязать наше ушко делаем воздушную петлю единственное изменение у нас в нашем ушке будет только только то что здесь мы вязали столбики через три воздушные петли сейчас мы будем вязать через две чтобы наше ушко было более длинненьким вводим крючок нашу шапочку и прикрепляемся пропускаем два столбика в третий столбик мы провязываем наши столбики один второй третий четвертый и сюда же провязываем пятый пропускаем два столбика третий провязываемся раз два пропустили в третий прикрепляемся столбиком без накида два столбика пропускаем и провязываем столбики пять столбиков с одной точкой вкалывания снова пропускаем два столбика в третий провязываем повторяем наше вязание два столбика в третий столбика пропускаем в третий провязываем и снова два столбика пропускаем в третий провязываем и снова два столбика пропускаем в третий провязываем и теперь смотрите не пропуская столбик в следующий столбик мы прикрепляемся соединительной петлей это мы делаем для того чтобы красивенькая была впереди наша шапочка разворачиваем вязание и соединительными петлями переходим в центр наш третий столбик раз два три в третий в третий столбик провязываем столбик и снова переходим к нашим столбиком провязываем 5 столбиков 1 2 3 4 5 переходим в центр столбик столбик sets внизу 2 3 4 5 центр провязываем столбик и снова 5 столбиков с innovations вкалывание с 1 2 3 4 5 прикрепляемся в центр разворачиваем вязание и снова переходим соединительной петлей центральный столбик провязываем столбик без накида и опять наш столбик без накида провязываем 5 столбиков с одной точкой вкалывания то есть мы наше вязание уменьшаем здесь у нас было раз два три четыре в этом ряду 3 сейчас 2 и 1 так мы ушко довязываем до конца вот я довязала ушко смотрите первый ряд у нас получилось 1 2 3 4 во втором ряду раз два три в третьем 1 2 и в четвертом 1 все сейчас мы с вами обрежем рабочую нить и закроем наше ушко аналогично этому ушку которая вот мы с вами связали мы вяжем ушко со второй стороны вот я довязала второе ушко сейчас я просто вижу по кругу шапочку столбиками без накида обычными так я буду обвязывать до конца вот я сделала на ушки завязки просто провязала косичку ничего сложного самую обычную косичку сейчас мы с вами будем делать ушки для ушек я специально купила вот такие вот бисер такой вот удлиненный капельку как мы будем делать ушки мы измеряем наше расстояние у меня получается 20 отмечаем серединку 10 у меня должна быть верхушка шапки где-то 14 сантиметров значит я беру 7 сантиметров и отсюда вот отсюда начинаю пришивать наш бисер обычными стежками просто в том нитку взяла и пришиваю на наше ушко ушко вот я сформировала ушко аналогично этому я сформирую с этой стороны второе нужно было ну вот что сейчас я л вот что но